Корреспонденты телеканала ТБН побывали на пресс-конференции, посвященной Дням Тель-Авива в Санкт-Петербурге. Дни израильской культуры пройдут в Петербурге в июне этого года. Я всегда говорю абсолютно честно и публично. Я правда люблю Израиль. Я был там очень много раз, мне там нравится. Мне нравятся очень слова Высоцкого. Там на четверть наш народ. Сейчас, конечно, меньше. Я думаю, что тут есть какие-то объективные причины, но я думаю, что это не желание политики со стороны Израиля, со стороны России, а наоборот, потому что отсюда действительно едут высокообразованные люди, интеллигентные люди. То, что происходит на Ближнем Востоке, знаете, к сожалению, мы все являемся вот такими заложниками той глобализации финансовой, которые, к сожалению, есть в мире. Ведь для многих евреев понятие святой земли и проживания, оно ведь тоже, к сожалению, бывает разным, как и у русских некоторых, но все равно вот та территория, которая всегда присутствовала в России и присутствует, она ведь тоже является таким неким завистливым взглядом тех стран, которые находятся рядом. И Израиль, его территория тоже является такой вот некой завистью со стороны других регионов, которые находятся рядом. И вот это нас, конечно, объединяет. Ну и то, что в Израиле процентов 30, как мне говорят, знают русский язык, это объединяет. А 70 – это язык музыки, язык музыки международной. Так что дружить будем. Петербуржцев ожидает насыщенная культурными событиями программа. Более 30 коллективов приедут в наш город продемонстрировать свое мастерство. Тель-Авив будет знакомить петербуржцев и гостей города с современной классической музыкой, израильским кино, фотографией, модой и кухней. Как я иду, я говорил на конференции, я иду по-невскому, слышу евреев. Слышать русскую речь в Израиле я даже не оборачиваю, потому что это естественно, это ясно. Очень много лозунгов, очень много рекламы на русском языке. Израиль и Тель-Авив в особенности, он открытый все. Слышать речь на иностранном языке, слышать туристов, это никто не удивляется. Вы, как человек, который был в Израиле, вы можете подтвердить это. Израиль открытый государством, у нас в России особые отношения. У нас новые руководители, которые были избраны недавно, не знают друг друга. Это тоже приводит к какой-то искренности, особой искренности между нашими отношениями. Как Миккин Джи говорил, о особых отношениях, которые существовали всегда. С евреями, которые проживали, не знаю, что были сложные времена, а где они не были, сложные времена. В других странах не было сложных времен. Но здесь всегда была искренность. И эта искренность, именно из-за этой искренности мы видим здесь очень много людей из Израиля, которые приезжают и поддерживаются контакты, и поддерживаются отношениями. В том числе и россияне, и из Израиля. Более половины едут встречать своих друзей и родственников. Это говорит о связи, которая была и существует. Не смотря, что люди сегодня, мы живем в глобальном мире. Люди живут, есть люди, которые живут в самолете, большинство времени проводят в самолете. Поэтому географическое расстояние, оно не играет вовремя. Тем более расстояние такое большое, 4 часа. Это немного, согласитесь. И поэтому связи вот у нас, между нашими странами, есть компонент особый. Это человеческий компонент, который он доминирует. И именно благодаря этому компоненту сложились отношения. Именно благодаря этому компоненту мы привозим сюда культуру. Потому что, если бы не было вот этого человеческого интереса, любопытности, естественно, мы бы, как вы понимаете, это мероприятие довольно непростое, и организационное, и финансовое. Мы бы не начинали планировать такое, если не было заинтересованности. Я уже более двух лет нахожусь в Петербурге. Я чувствовал вот этот интерес, вот эту любопытность к Израилю. А у вас, и мы хотим именно благодаря этому компоненту увеличить эту любопытность, увеличить этот интерес к Израилю, потому что это взаимно выгодно для обоих сторон. Основными событиями Дней Тель-Авива станут выставка «Белый город» в главном штабе государственного Эрмитажа, выступление танцевального ансамбля «Батшева» в Мариинском театре, концерт популярного исполнителя Ида Нарейхеля в Петропавловской крепости.